Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем рисовать платье с полосками и будем учиться стыковать рисунок на платье, когда, например, у вас диагональная полоса и ее нужно состыковать. Давайте мы посмотрим, как это можно сделать. Первое, что я сделала, это открыла шаблон, с которым я буду работать. Данный шаблон можно скачать по ссылочке под данным видео у нас на сайте и использовать его для своих рисунков. Это совершенно бесплатно. Пожалуйста, переходите. Ссылочку я вам под видео оставила. Теперь мы берем перо, настраиваем его. И сейчас я нарисую базовый силуэт платья для того, чтобы нам было с чем работать. Давайте сделаем V-образный вырез. И платье по фигуре. Наша задача сегодня с вами разобраться, как именно делать рисунок. Сложную форму мы сегодня не рисуем. Мы сегодня рисуем базу. Поэтому не отчаивайтесь. У нас сегодня немножко другая задача, но не менее ценная. Это тоже нужно уметь. Все равно базовый эскиз мы с вами отрисовываем. Хотя могли бы открыть уже и готовый. Но я считаю, что все равно нужно понимать, как это все делается. А вот такое платье у нас получается с вами. Еще нам нужно нарисовать то, что как будто бы мы видим, что там сзади у нас происходит. Конечно же, мы это с вами сейчас сделаем. Сделаем вот так и вот так. Сделали. Выбираем все вместе. Инструмент зеркальное отражение. По центру. Разверкаливаем. С кнопочками. Shift и Alt. Окно. А вот она, обработка контуров, нам и не нужна. Только вот сзади слить. Окно. Обработка контуров. Только спиночку мы сейчас с вами сольем. Хотя по спинке, как правило, там есть шов. Даже не будем этим заморачиваться. А вот у нас получилось две половинки. Сейчас я прям чуть-чуть подвину точечки для того, чтобы у нас с вами они вот так ровно состыковывались. И давайте представим. Вот оно есть. Белого все цвета. Вот эти чуть-чуть темнее на самом заднем плане. Технологию сейчас не прорисовываем. У нас задача с вами прорисовать именно, как будет смотреться данный принт. И я хочу, чтобы платье у меня было вот в такую полоску. Черное. Белое. Ну, к примеру, на полосе это будет ярче всего видно, поэтому давайте сделаем полоску. Вот такой у меня принтик. Загоняем сюда. Дублирую платье, чтобы у нас было. Вот, смотрите. Беру кусочек. И заливаю его заливкой. Все хорошо состыковалось. Но бывает такая история, когда принт друг с другом не дружится. И получается смещение. Вот такое некрасивое. Что в этом случае делать? Давайте покажу. Мы берем с вами объект. Создаем принт. Опять же, полоска у нас прекрасный вариант для того, чтобы это продемонстрировать. на размер данного объекта, чтобы он у нас попадал. Берем этот объект. Вот он видно, да? Сейчас мы его красным цветом выделим. Вот. Ушел назад. Вот, видите. Уберу сейчас цвет заливки белой, чтобы просвечивало. И мы понимали, как. И теперь, например, мы понимаем, что нам нужно, чтобы был наклон. Делаем наклон. Тот, который нужен. Вот так. После этого наш объект, который лежит сверху. А он у нас лежит сверху. Это обязательное условие. Выбираем вместе с нашим принтом. Принт может быть полоска самая наглядная. Это могут быть какие-то цветочки, фотографии. Сейчас сделаем, кстати, пример. Создаем обтравочную маску. И вот у нас вот такая штучка получается. И для того, чтобы ее сделать стыковкой, мы ее зеркально отражаем. Она отразилась. Она у меня просто ушла назад. Сейчас мы на заднюю плату переложим. Вот она, смотрите. И, например, оставляем черные рукава. Метод не универсальный, но иногда спасает. Ну, вот, к примеру, такое платье у меня получилось, да? Можно даже вот так это все убрать назад. А вот это оставить спереди и оставить ему цвет контура. То есть иногда требуются объекты для поддержания цвета контура. Такое тоже бывает. Вот так, смотрите. Такой вариант платья. Что будет, если у нас будет какой-то рисунок? Ну, например, давайте зайдем в Google. Ну, скажем, цветочек. У меня сейчас нет скачанного готового изображения, поэтому мы с вами скачаем аккуратно с авторскими правами, когда вы так делаете. Я это делаю исключительно ради демонстрации, не более того. Никуда потом этот цветочек не пойдет. И цветочек это может быть ваш авторский принт. Поэтому имейте это в виду. Это исключительно в целях демонстрации делается такое скачивание. Вот я его беру. И хочу, чтобы у меня этот цветочек был на моем платье. Беру опять этот объект. Меняю травочную маску. Убираю все, кроме моего платья. Делает. Вот она есть, смотрите. Лучше задать хороший цвет контура, чтобы вы его видели. Потому что без цвета контура работать очень сложно. Помещаю его поверх. Монтаж. На передний план. И, в принципе, я могу выбирать любой фрагмент изображения. Если оно у меня больше, я его могу поджать. Я его могу наклонить. Смотрите, вот видите. И уже подобрать тот вариант, который максимально будет гармонировать с той задумкой, которую я хочу. Выбираем все вместе. Создаем травочную маску. Вот у меня получился принт. И теперь создадим копию. Можем его сюда поместить. Поместили один объект. Также можно состыковать любой принт, который вам нужен. Подстыковать друг по другу, чтобы оно находилось максимально симметрично. Вот такая страшная штука у меня получилась на уровне того, где не надо. Давайте я немножко сейчас поправлю. Ну, потому что это безобразие, откровенно говоря. Не должно быть так. Сейчас я поправлю. Простите меня, пожалуйста. Я не могу такое допустить, поэтому надо его поправить. Вот, кстати, хороший вариант. Когда посмотрели, увидели, что так не надо было делать. И быстренько переиграли. Ну, потому что ой. Вообще рекомендую свой дизайн показывать другим людям. Тогда они вам точно скажут, есть там ой или нет. Потому что глаз замыливается. Ну, или на следующий день хотят смотреть. Вот. Вот так будет более нейтрально. И как бы не будет меня так смущать. А то там такой ой получился. И, соответственно, мы... Ну, я, к примеру, раззеркаливаю. Вы можете состыковать по-другому принт, если вам это требуется по заданию. Ну, вот что-то у нас такое получилось. Абсолютно идеально. Они между собой стыкуются. Вот такая какая-то странная история. Даже вот смотрите по груди, что-то такое у меня получилось. Рукава я могу, естественно, подобрать там другого цвета. Сейчас я себе ставила задачу именно с принтом. Показать, как это можно делать. Можно вытащить оттуда. Можно отсюда подобрать какую-то красоту. Вот так. И вот у вас уже получилось какое-то совершенно авторское платье, которого до этого не было создано. И которое только вот индивидуально ваше. Это пример работы с обтравочной маской. Так можно подогнать любые совершенно принты друг по другу и использовать. Когда не получается застыковать принт. Надеюсь, что вам стало понятно. Обязательно отсматривайте, что у вас в итоге получается, когда вот такое зеркальное отражение. Потому что видите, я отразила и там ой. Чтобы у вас такого не было. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Не забывайте подписаться на канал. И поставьте уведомление колокольчик. Потому что новые видео выходят постоянно, чтобы ничего не пропустить. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно напишите мне их в комментариях. Я их с удовольствием читаю. И как видите, я отвечаю на них, воплощаю их в жизнь. На этом все. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.